Всем привет! Сейчас я расскажу вам про рэп-сборник, который вышел на нашем сайте Зайцев.нет. Этот сборник называется «Русский рэп. Родом из 90-х». Сразу хочу сказать, что некоторые треки, которые есть в этом сборнике, записаны чуть-чуть позже 90-х. Они записаны в 2000-х годах, в начале 2000-х. Но название этого сборника отображает его суть, идею и настроение. То есть привязка названия именно к настроению. Настроение 90-х отображено в треках, которые есть в этом сборнике. 90-е годы во многом сложные. И в том числе для музыки в нашей стране они были непростыми. Менялись жанры, менялись стилистики, менялось понимание того, что происходит. На задний план уходила поп-музыка в массовом смысле. Рок становился другим. И на смену року приходила рэп-музыка, которая для молодого поколения становилась неким центром внимания, вокруг чего они все собирались. Предлагаю поговорить о тех треках, которые я для вас собрал. Первый трек в сборнике – это группа Многоточия. Песня называется «В жизни так бывает». Вообще, знаковая композиция для русского рэпа тех лет, потому что она содержала в себе некий посыл, который подхватили очень многие люди по всей стране. Многие люди начали слушать рэп в том числе, потому что он стал звучать вот так. Нежно, мелодично, с интересным припевом. И посыл в нем сохранялся все-таки добрый. Не было никакого насилия, никакого оружия и наркотиков. Тема любви раскрыта в полной мере. И этот трек с первых нот создает некоторые приятные ощущения, когда начинаешь его слушать и понимаешь, вот это вот в жизни так бывает действительно. И хочется подпевать. В сборнике есть треки группы Bad Balance. В том числе один трек, о котором я хочу сказать отдельно. Это трек «Светлая музыка». С первых секунд этого трека, как только вы начнете слушать, вы поймете, что это музыка добра, музыка любви. Она несет в себе нечто светлое, приятное. Такую музыку хочется слушать. В ней нет места агрессии, в ней нет места конфликтам. Это чистый хип-хоп в своем изначальном понимании. Музыка коннекта, музыка дружбы. Bad Balance — «Светлая музыка». Принимайте к прослушиванию. В этом сборнике есть треки группы Каста, о которых нельзя не сказать. Вообще нужно отметить, что пацаны из Касты, как они сами себя когда-то называли, в рэп-индустрии поселились давно и плотно. И на сегодняшний день они являются серьезной группой, которая представляет конкуренцию молодняку, который появляется каждый день молодым исполнителям. Они делают взрослый, мудрый рэп. Трек, осознанные тексты, интересная рифмовка, хитросплетение смыслов — все это есть трека группы Касты. Я хочу сказать о треке «Наши люди». Это их трек, который в свое время сделал их популярными и вывел эту волну хайпа наверх. Многие концерты, в которых группа Каста принимала участие, именно из-за этого трека раскачивались просто нереально. То есть люди поднимали руки, качали вместе с ними. Поэтому этот трек знаковый, и он есть в этом сборнике. Я предлагаю вам ознакомиться с ним обязательно. Каста «Наши люди». Еще хочу сказать, что в этот сборник я добавил трек, о котором вы не можете не знать, если хоть чуть-чуть интересовались рэп-музыкой и хип-хап-культурой. Этот трек исполнителя Мистера Малого, который называется «Буду погибать молодым». Этот трек сложный, потому что в нем непростой посыл, который отображает то, что происходило в 90-х, в том числе среди молодежи, с точки зрения идей и ценностей. Но этот трек вывел исполнителя в некий топ. Когда он вышел, он просто взорвал. И молодые люди по всей стране начали произносить вместе с ним «Буду погибать молодым, буду погибать». Послушайте этот трек, он знаковый для русского рэпа 90-х. В рэмсборнике я предлагаю вам также послушать треки исполнителя, вернее группы «Дерево жизни». Эта группа примечательна тем, что тогда, когда они делали рэп-музыку в 90-х, они делали ее совершенно по-другому, не так, как другие исполнители. Звук треков группы «Дерево жизни» очень сильно отличается. На тот момент это было что-то нереальное. И даже если сегодня вы будете это слушать, вы не поймете, что это треки старые. Тогда никто так не делал, и они были родоначальниками, основателями нового звука в рэп-музыке, в хип-хоп-культуре. Группа «Дерево жизни». Хочу я найти очень давно сюжет для новой песни. Хочу еще отдельно сказать о том, что в этом сборнике есть треки группы «Легальный бизнес». Это исполнитель «Леголайз» и это исполнитель «Энд Панс». «Черный» и «Белый». Сочетание кажется непростою и невероятной. Для тех лет это было каким-то шоком. Вау! Рэп в России читает «Черный и белый парень вместе». Это происходит на русском языке. На их концерты нередко приходили люди с радикальными настроениями и с российскими взглядами. В исполнители летели бутылки, банки. Их поджидали после концертов, искали в гримерках, били фанатов на концертах, поджидали их. Все это было, и все это насилие очень хорошо, что прошло. Но тогда, в 90-х, это существовало, и нужно об этом помнить. Хотя сама группа как раз-таки в своих треках несла добро, несла ценности, важности. И очень правильный смысл закладывала своей композиции. Группа «Легальный бизнес», «Пачка сигарет» и «Мелодия моей души». Отдельно хочется остановиться на исполнителя, которого зовут Децл. Также известный как Ле Трюк. Также известен как Кирилл Толмацкий. Также известен как Джузеппе Жостко. Этот человек внес огромный вклад в рэп-музыку, в хип-хоп-индустрию, в хип-хоп-культуру в свое время. Нужно сказать, что русский рэп в нашей стране в свое время ассоциировался только с двумя словами. Первое слово – это «йоу», и второе слово – это «децл». Когда у кого-то спрашивали, какую музыку ты слушаешь, и слышал в ответ рэп, то ответ был понятен. Ну, это «децл», наверное, это «децл», да. Это дреды, это широкие штаны, это вот эта вся атрибутика, стилистика, тематика. В этом сборнике два трека «децла» – трек «Слезы» и трек «Вечеринка». Они отражают разные смыслы, и чтобы понять и то, и другое, нужно просто это послушать. Заходите на сайт «Зайцев.нет», слушайте правильную музыку, слушайте ту музыку, которая вам нравится, слушайте ту музыку, которую мы вам предлагаем слушать, слушайте те сборники, которые мы для вас собираем, и обязательно слушайте сборник «Русский рэп родом из 90-х». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова